Псалом 36, 4 стих, «Мне он очень дорог». Там такие слова, «Утяжайся Господа, и Он исполнит желание сердца твоего». Знаете, за годы моей болезни я для себя взял, буду практиковать это обетование в своей жизни. Господь нам предложил великое. Он исполнит желание сердца нашего. В одной церкви, куда я был, там брат мне, спрашивает меня один брат, «Как ты понимаешь, что тут написано? «Утяжайся Господом, и Он исполнит желание твоего сердца». Я говорю, «Какое желание Он исполнит?» Написано, «Желание сердца». Он мне так отвечает, «90% исполнит всех твоих духовных желаний, а 10% физических желаний». Я так на меня посмотрел, говорю, «Не, я не согласен». Мы 90% физические, и, наверное, только 10% духовные. Это мало очень. Я так в душе своих говорю, «Нет, я верю, что Господь исполнит все наши желания земные, физические, потому что мы здесь больше, как бы, ближе к земле». Ну, а духовное, да мне кажется, духовное только одно достаточно, чтобы быть с Господом, чтобы Он был с нами. Вот такой маленький как бы против слоя. Родился я в Новосибирске, в этом большом сибирском городе. Родители у меня. На тот момент, когда я родился, папа был еще неверующим, мама была верующая, находилась в собрание. Я был пятым ребенком в нашей семье, самый меньшим. Когда мне исполнилось 8 лет, родители сделали переезд. В то время, это был 1976 год, в Белест, в Молдавию, в Новосибирске. Так я оказался сюда, ближе, к югу Украины, югу Молдавии. Там прошло мое детство. Ходили мы в собрание, как все дети. Мне нравилось христианское пение. Но, скажу вам, что в нашем доме, вот так, что читалась Библия, Библия была, можно было читать, но специально так вот, чтобы ее читать, не было такого. Мой отец, он уверовал, еще когда мы были в Новосибирске, и в 1974 году вместе с старшей моей сестрой, его дочерью, они принимали крещение, потому что моя сестра Марина напокаялась, в 12 лет, а в 14 лет приняла крещение. Я почему-то говорю много, потому что через этот случай с Мариной, Господь посетил нашу семью. Вот Господь ее рано призвал к себе, в 14 лет, потому что Он определил ей короткую жизнь. И вот когда мы приехали в Молдавию, и когда моей сестре было 20 лет, исполнилось, она там работала, то Бог допустил ей аварию, и под машину она так упала, и насмерть. Поэтому в нашей семье это была первая такая боль, которую пережили родители, и мы, конечно, меньшие братья и сестры. Потом, в этот момент, может, это не важно сильно, но в этот момент мы не были дома как семья, у нас был еще один переезд, с Молдави мы переезжали в Россию, Горьковскую область, там у нас был дом, и мы там дети присутствовали жили, а на похорнах своей сестры я и не был. Я иногда сейчас так вот вспоминаю, уже прошло много лет, это был 80-й год, сейчас уже 2016-й, сколько лет прошло, как изменилось все. Я так думаю, когда мы предстанем пред Господом, она же ушла туда 20 лет, я думаю, что я сразу узнаю, когда уезжу. Я думаю, что все, кто потерял своих близких, родных, мы их там все узнаем. И вот так вот прошли мои годы детства в этом южном городе Молдавии, городе Чедоргута. Оттуда, 15 лет, закончив 8 классов, я поступил учиться в Одессе, в медицинское училище. Скажу такой маленький момент, что я не хотел в медицинское училище выступать, я вообще любил технику с детства. У меня был велосипед, потом мопед, потом я мечтал иметь мотоцикл и хотел поступить в автотехнику, но отец мне говорит, Андрей, не надо, колеса, мой отец всю жизнь был водителем, и он говорит, колеса крутить, ты можешь и у своей машины, когда Бог тебе даст. А лучше ты иди вот в эту медицину, будешь работать, чистенько все будет хорошо. Впоследствии и мать, и отец мне говорили, вот выключишь, медучилище, потом может институт, и будешь на старости нас лечить. Вот что-то так сильно хотелось моим родителям, чтобы я их лечил. Но я меньше была, они так вычитывали, чтобы не вместе жить. А что случилось потом? Заканчивая первый курс, в 16 лет, вот к нам не вспомнилось, нам, мальчикам, делали прививки под лопатку. Кто жил в это время в России, кто знаете. Но мне все спрашивают, от чего ты заболел? Я не знаю до сих пор, от чего я заболел, от чего вообще болеют люди. Кто это знает? Может, те, которые попали в аварию, травма, то понятно. А кто просто так вот, или родился, это уже понятно. И вот нам делали прививку, это была середина февраля. В марте, 8 марта, у нас выходной был училище, и я поехал с Одессы, в этот город, с другим руководителем, на выходной день, чтобы побыть дома. Ночью в поезде я проснулся от того, что у меня онемела одна нога. Но она онемела, я встал, прошелся, но кому-то опустили, но ступня осталась повреждена, ну, бесчувственная. Может, она чуть опустить, пить его даже. Я как бы молодой человек не обратил это внимание, но это занимевший, это занимевший. Так закончился у меня первый курс на обучение. Под конец обучения я подумал, чтобы мне вырасти крепким, тем сильнее я еще ходил там, ну, заниматься секцией. Когда я обратил сильно, больше внимания на эту болезнь, когда уже 1 сентября мы снова пошли на второй курс учиться, я не мог писать, у меня правая рука, потерял ловкость, и трудно мне было писать. А потом, степенно она приловчилась, я мог уже дальше учиться. Но к концу этого первого семестра, второго курса, я не мог на психологию уже бегать со всеми. То есть я уже почувствовал в себе эту слабость, и мне было переживание такое, как я буду сдавать экзамены в конце учебного года, у меня не будет зачета, психология я не смогу сдать. И вот в марте месяце приблизительно я обратился в больницу, и они меня там проверили сначала и сразу освободили занятие, и направили на обследование. Но они делали обследование нейрохирургии, пункцию, как это обычно они делают. И врач так, название такое дал, диагноз такой, органическое поражение шейного отдела спинного мозга. Не знаю, что он кому говорит, но так вот началась моя болезнь. Это месяца полтора у меня лечили, массажи, уколы. Оно ничего не давало. Что у меня в этот момент уже было? Кончики пальцев я вообще не чувствовал, мне не могло сильно трубашку, бородник. Левая сторона была полностью онемевшая, а правая, вот только на руке пальцы, и правая сторона у меня была слабость на ней. Я подошел уже, я уже спотыкался. Ну, врачи, учителя попросили меня, чтобы я закончил этот второй курс, сдал экзамены, отработал еще две недели практики. И у меня было желание, у меня был последний день пребывания в Одессе, это 8 июля. Я взял билет на братный курс, домой к себе, и хотелось бы быть в собрании. Немножко перед этим, когда вот эта болезнь мне так уже развивалась, то я беседовал с братьями, с нашей церковью, где я же ходил в Одессе, там в собрании. И братья, вот так вот, ну, я беседовал, мы вместе молились, я рассказывал про себя, свою жизнь, исповедовался о своих вот делах. И брат, служитель, говорит Андрей, наверное, Бог через эту болезнь с тобой говорит и хочет тебя, ну, каким-то особым путем повезти. Но в тот момент я не знал, что я буду лежать. Я вообще в это не верил даже. Я думал, что даже если я болею, то это через какое-то время пройдет. И вот это 8 июля, утром у нас на Богослужении я был, и такая мысль с собранием же заканчивалась, чтобы прийти к Господу, чтобы покаяться, отдать своему жизнь. Такое сильное было побуждение, потому что то, что я молился с братьями, это хорошо, но не дало мне радости спасения. Душа жаждала Бога, хотела Его. И вот так Господь помог, что в это воскресное утро Он помог мне встать и выйти, там еще у нас было четверо юношей, выйти вперед и встать на колени и отдать Господу свою жизнь. Молитва у меня была очень краткая. Я всегда это говорю, потому что люди некоторые переживают, как молиться. Не надо много говорить. Я сказал, Господи, прости мне все грехи мои. Я не знаю, как правильно жить. Поведи меня Твоим путем. Мне кажется, вот как была тема на одном собрании, что Господь Духом Святым нас побуждает, как молиться. Я думаю, что это Он мне такие слова дал в молитве, что поведи меня Твоим путем. Я не знал до конца смыслов, но через два месяца я уже перестал ходить. Знаете, я всем говорю и скажу сейчас, как вот брат предупредил маму этой Марины, что этот шаг мы должны делать не завтра, не послезавтра, а тогда, когда Господь побуждает. У меня однажды подошла, она так вот, и свидетельствовала одна молодая сестра и говорит, Андрей, ты говоришь о том, что ты на своих коленях, ну, было у тебя покаяние, и если бы, братья и сестры, если бы в тот день я не встал на свои колени, не помолился бы Богу, то у меня такого шанса больше бы не было. Потому что я уехал в этот день домой, и там я практически уже сидел дома, я не мог уже выходить дома, а через два месяца, как и было в сентябре, я уже перестал ходить. Поэтому те, кто может, вот как-то сестра говорит, какое счастье, что я вот здоровая и могу на коленях молиться. Она говорит, я иногда пренебрегала молиться на коленях, а тут я, говорит, стала понимать, что это большое благословение. И так вот я уже в положении лёжа, мне снова отвезли в Одессу, там, где мы лечились, там снова сделали обследование, и уже врач сказал, что уже опухоль, то было поражение, только теперь, говорит, уже опухоль, надо делать операцию. Операция была, конечно, мне страшно было делать операцию. Отец мой тоже, он так за мной уже ухаживал, он взял отпуск, надо сработать. И он говорит, Андрей, я не хочу, чтобы тебе сделали операцию, потом что-то с тобой случится, ещё хуже. Ну, как бы предчувствие такое было. И мы отказались. А врач потом отозвал, отца отдельный говорит, зря бы отказываетесь от операции. Ну, отцу говорит, вот ваш сын, может, или должен через полгода уберить. Ну, всё равно мы уехали оттуда. И так вот начались мои годы, болезни мои. На тот момент у меня даже не было коляски ещё, когда я только заболел, это был на 1984 год, осень. И я был дома, меня посещали верующие братья, молодёжь. Но самое прекрасное было то, что я был уже спасённым. И для меня, как бы, моя болезнь, ну, не было так в тягости. Ну, и что? Я молился себе. Ну, сам я не мог читать, мне надо было, что туда держал. Или другие кто-то читали. И так прошло полгода, где-то прошло полгода. Ещё один момент, который я хочу рассказать, это было 8 марта, ровно через два года, как я начал болеть. Меня посетила молодёжь. Мне исполнилось 18 лет, это был 85-й уже год. И молодёжь посетила меня с поздравлением, с пожеланиями. И когда они меня посетили, у меня тот момент был такое сильное желание к выздоровлению. Хотелось, ну, как бы, чтобы выздороветь. И я помолился, никто это не знал, только я сам мысленно помолился, и Господи. Шли мне знамения. Как это я понимал? Если мне через полгода хоть чуть-чуть будет лучше, то вот тут как сейчас, ничего не двигалось, ни одного пальчика, ничего не чувствовал. Если через полгода мне будет хоть немножко лучше, значит, я когда-то выздоровею. Так я помолился. И закончилось там наше общение с молодёжью. Они приезжали с Одессы. И буквально вот прошло апрель-май, и в мае у меня один пальчик начал двигаться. Я был очень счастлив, что вот это знамение Бог мне послал. Через полгода я мог уже своими руками кушать. Вот такое было улучшение здоровья. Я писал, письмо писал своим друзьям. Но это было недолго. Это вот буквально несколько месяцев было улучшение. Но опять болезнь ухудшилась. И так в течение пяти лет, с 84 по 85, дважды было улучшение. Чувства у меня начали просыпаться, а движение так было на одном уровне. И в этот момент мы, как так получилось, первый раз не сделали операцию, а вот второй раз были документы, чтобы поехать в Киев, в столицу сделали, мне там операцию, и все. Здравление мое кончилось, чувства полностью потеряны, после операции мне стало хуже. Знаете, когда... Я это говорю вам всем, потому что вы мои все братья и сестры, не только по вере, но и по несчастью, по горе наше. Когда мы поехали вот на операцию в Киев, я понимал, что это очень серьезно. Я сейчас скажу не в осуждение родителей, а просто в то, что чем мы тогда, какие переживания. за мной ухаживал отец, он уже в возрасте был. На тот момент, это был 89-й год, ему уже было 61 год. Он уже был немолодой, и тяжело было физически ухаживать за мной. И желание помочь как-то, оно прям, ну, превозмогло. И как бы операция стала надеждой. Но когда уже делали операцию, поняли, что это была как бы ошибка, и страдания, они удвоились. Я не мог спать, несколько месяцев вообще не спал, и отец ухаживал, и приходили другие верующие, ухаживали. Так прошли, проходили вот эти годы болезни. Было что-то и хорошее в это время. Я много читал, мне ложили Библию, я ее изучал. Хотелось наизусть учить стихи в Библии. Сейчас я так понимаю, почему это важно делать в молодости. В то время у меня память была отличная. Я мог прочитывать одну страничку, повторить ее почти без ошибки. Настолько была четко память. Сейчас я этими стихами пользуюсь. Что-то я выучил, сейчас я помню. Что-то сейчас учу, уже немножко труднее. Хотелось бы мне еще сказать о том, что в этот момент, ну правда уже после операции, прошло еще 9 лет. Это был уже 98-й год. И так как я немножко огорчился на медицину, может тоже где-то огорчились, но я был огорчен, и я не хотел никаких лечений. Потому что дома кушали, пили, это было мое. Тут приехал мой брат, он жил в Молдавии в это время, а мы уже приехали сюда, на Украину, где мы сейчас живем, в Новоисковской области. Он говорит, Андрей, хватит тебе лежать, давай будем тебя лечить. Говорю, как-то вы будете лечить. Там у него в кишине 2 врача, было знакомых, психотерапевт и нейропатурок. Мы тебя будем лечить. Ну хорошо, давай попробуем. Они назначили мне лечение. Очень тяжелое такое лечение, 3 раза в день капельницы ставили, массаж делали, и от этого лечения так устал. Когда прошло до 7 дней, они сделали повторное обследование, чтобы узнать, не могло хоть чуть-чуть или нет. И на компьютере, там они делали обследование, показалось, что сигналы, вот эти из морного мозга, не проходят ни в руки, ни в ноги. И тогда врач на ногу смотрел, и говорит, Андрей, хватит тебя мучить, и езжай домой, ты никогда не выздоровеешь, тебе лучше не будет, поэтому нечего тебе здесь уже делать. Ну и как бы в заключении своей такой речи, он говорит, «Живи тем, что у тебя есть». Ну это мы расстались. Знаете, эта фраза, она подзвучала для меня как-то торжественно, или как-то странно. Я так на него посмотрел, спасибо, говорю за открытую месть, сегодня уезжаем. Вот я лежу дома на своей постели и думаю, а что у меня есть? Вот кто тут лежачий? А что есть там у человека, который ничего не может? Я начал думать, я говорю, «Господи, ты помоги мне понять, что же у меня есть, ведь человек, он не верующий, будто отврач, но как бы его устами Бог мне сказал, «Живи тем, что у тебя есть». И я стал думать, молиться, и знаете, нашел очень много, что есть у меня. Я это назвал «7 против одного». «7, что у меня есть, а одного только нету». Сейчас вам кратко об этом расскажу, потому что думаю, может кому-то это послужит во вновлении. Кто-то может быть здесь находится и думает, у меня ничего нету, я вообще несчастный, самый ну, но здесь, на земле. Мы буквально неделю назад посещали одного человека на юге, Рейна, это юг Германии или нету. Там какой-то город был на Рейне, его звать Яков, мужчина, он уже в моем возрасте тоже такой, у него был перелом позвоночника, и он неподвижен. Тоже, вот как я, ничего не двигается, одна голова. И я так на него посмотрел в полном унынии. У него ничего нету. Вот у него забрали движение, и у него ничего нету. Мы так беседовали, и он так, мне кажется, немножко подрился. Может быть, это наше посещение поможет ему подумать, что и у него очень много есть. Как мы пели это вселом, надежда. Надежда — это наше Христос. Христос нас делает очень богатыми. И вот я эти семь расскажу. Семь против одного. Чего у меня нету? Вы уже поняли, что где-то движение. Да, я не могу ходить, не могу двигаться, руками ничего не могу делать. Но что у меня есть? Я вас всех вижу. Пусть сто процентов у меня нету зрения, но я вас всех вижу. У меня есть зрение. Я этим могу пользоваться, я могу радоваться того, что я всех вижу. А даже здесь есть одна сетечка, я с ней сегодня познакомилась, она не видит ничего. И есть много таких, которые ничего не видят. Так это же большой дар, правда? Зрение. Второе, что у меня есть, это слух. Я слышу. Я слышу пение птиц, я слышу музыку, я слышу своих родных, семьёв, детей, когда ещё были родители возле меня, я их слышал. это великий дар Божий, слух. Я могу этим пользоваться. Если бы не было слуха, не смог бы играть, пить. Третье, что я нашёл, что от Бога у меня какой дар, это, что я сейчас делаю? говорю. Это прекрасный дар Божий, речь. Я могу общаться с вами, я могу разговаривать со своей женой, я могу говорить. Есть люди, которые ничего этого не могут, они не могут слышать, они не могут говорить. Четвёртое, что я нашёл в себе, что мне дано от Бога, это память. Я наизусть могу рассказать стих. Я, как уже говорят, те стихи, которые учил 30 лет назад, и сейчас могу рассказывать. Это прекрасный дар Божий, память. Из-за этого я лично благодарен Богу. Пятое, что дал мне Бог найти в себе, это разум. Ну и что, что ты вот, я смотрю, Марина, она в таком трудном положении, а какой у неё чистый, ясный разум, да? Она пишет стихи, она рассказы сочиняет. Это прекрасно. Мы обладаем разумом. И я за это тоже Богом обладаю. Разумом мы вот дома живём, и даже жена Андрея. Мы будем делать всю работу, а ты её планируй. Как делать? Всё нам говори. Ну и так, получается, хорошо. Шестое, что я нашёл в себе, и я очень рад, это чувства. Вы знаете, как это прекрасно. Мы обладаем, ну, очень большим диапазоном чувств. От чувства страха до чувства радости, от чувства уныния до чувства, ну, восторга какого-то. У нас есть чувство огорчения, а есть прекрасное чувство любви. Вы знаете, какие мы счастливы, что нас любят. Но мне кажется, мы ещё больше счастливы, когда мы любим. И Бог нам дал такое чувство. Мы можем любить Бога, и мы знаем, что Бог любит нас. Седьмое, что Бог помог мне найти в себе от Бога такое дарование, это вера. Смотрите, уже седьмое. Вера. Мы обладатели прекрасного дара Божьего веры. Без веры вообще жизнь немыслима. Если бы я не верил, я бы не приехал сюда. Меня пригласили, приезжаю в Германию. Да я не верю на всё сказки. Нет, я поверил. И такой путь далёкий с Божьей помощью мы сделали. Было переживание, страх подходит, чувство, да, страх. Он очень важный. Вот страх нужен. Мы учим детей, чтобы они боялись, допустим, выйти без дома, без разрешения, что делать. А вера помогает нам расти. Вера, друг другу мы верим. Если бы не было веры, дети бы не смогли бы нам верить. Мы бы не смогли верить Богу, как написано, что без веры человек вообще не может угодить Богу. Я так рад, мои дорогие друзья, что ты тебе семь дал мне Бог, а всего лишь что Он забрал мне? Помогите, понимаете, движение. Всего одно забрал, да? А семь оставил. И уже недавно мне братья сказали, когда я тогда играл на гормошке. Ты, говорит, не прав, тебе Бог дал больше, чем семь. Что такое? Что случилось? А ты же играешь, значит, игрование игры тоже Бог тебе дал. Но я его включаю просто вслух, поэтому я не говорю. Слава Богу. Дорогие, мне хотелось недолго вас задерживать сегодня. У нас Бог, мы, может, еще будем во следующие дни действовать. Но сегодня мне хотелось закончить на том, что Бог помогал мне вот эти все годы. Знаете, я скажу вам свидетельство, не было ни одного дня, когда бы Он оставил меня, когда бы я вот так вот не чувствовал поддержку, защиту. Я расскажу один момент. Это для того, чтобы укрепилась вера наша в Бога. Это по болезни было так, что мой отец, у него было заболевание трагичного нерва. Это сильные боли лица и голову были такие сильные боли. И сестра у меня, она переехала в Америку уже. Она ему говорит, давай, папа, приезжай сюда, в Америку, тут тебе сделают операцию, тебе будет легче. Но он потом поехал туда, ему там взяли операцию, обратно он не смог вернуться, потому что после операции сказали, уже тяжело, выдавать нельзя, и к пользе он придет, и ничего не сможет сделать. Но я хотел не это сказать, об этом может я двое раз расскажу. Я хотел сказать, что когда нам нужно было ехать в Москву, потому что приглашение в Америку могло быть только через статус беженцев, вот как верующие и многие, и многие переехали и в Германию, и в Умерию как беженцы. И вот мы должны были ехать в Москву, туда мы еще жили, на Украине, должны были ехать в Москву. Это было 7 июля, там у нас 35-36 градусов это время, и тот момент, когда мы ехали, было сильно жарко. Я не переношу жары в машине, это очень жарко. И знаете, как я молился, Господи, я это поездки боюсь, ну как мне быть, ну как можно изменить эту жару, ну что, звон текнуть кого не поможет. И как належала, я смотрела на небо, Господи, ты ведь можешь сделать так, чтобы было хорошо. И все. Знаете, мы сели в машину, когда это было с вечера, поехали в ночь, когда нам было ехать в Москву, полторы тысячи километров, в машине, и с вечера, вот вечером 10 часов невозможно дышать, этот асфальт, этот жар, задохнешься. И мы начали ехать, было очень жарко. Где-то там, недалеко, мы проехали, где-то около 100 километров, шел сильный, сильный дождь. Мы ехали километров 15-20, невозможно было ехать. Когда дождь прошел, до самого Киева, потом и до самой Москвы, была какая-то дочь, она не имеет. И я так радовался. Дорогие дети Божьи, я хочу сказать вам, что мы, как дети Божьи, можем просить его обо всем. Как он сегодня, слышал такую мелочь, брат говорил про молитву, что он не помолился при выборе ботинок, да? И они ему попали плохие. Мы даже о ботинках можем молиться, и как Отец Небесный нам поможет. Поэтому ту молитву Бог услышал, послал такое большое облако, и всю дорогу было хорошо, и на обратном пути тоже было хорошо. Ну, отцу моему дали статус беженца, а мне не дали, потому что инвалиды в Америке не нужны, там своих хватает. И там даже в них документе, который нужно было заполнять, написано, кто не подлежит эмиграции? Инвалиды. Ну, и хорошо, я рад, что я здесь остался. Если бы я уехал, я бы сегодня вас не увидел. Ну, дорогие, закончил я там все свидетельство. И оставлю на следующий раз, если мне надо то время. Я расскажу немножко дальше. Добросовицы Господь. Аминь. Аминь. Скажи, сколько лет ты уже поменешь? Ну, если посчитаем с 84-го года, то уже 32 года я не подвижен. А если считать, когда я заболел, то уже 33 года, ну, что-то я еще год мог ходить по чуть-чуть. Ну, 32-3 года Господь ни разу не оставил. Сколько уже людей, много я увидел. Я хотел сказать, если еще одну минутку. Вот тогда, когда я помолился 8-го марта 85-го года, это было мне 18 лет, только год, как я заболел, то я попросил Бога знамения, чтобы Он показал мне, буду ли я здоров. Вы, наверное, ловили эту мысль, что Бог показал знамение, мне стало лучше, а потом опять хуже. А уже прошло 32 года, а я все еще не здоров. Как вы думаете, Бог исполнил это вещание? Я начал свое свидетельство с того, что в 32-м псалме в 4-м стиле написано «Втешайся Господом», и Он исполнит желание сердца твоего. А как это же не исполнилось? Я же не выздоровел. Ну, я же еще живой. А кто скажет, что Бог не может сегодня исцелить? Или завтра? Вы же верите, что Бог силен в любую минуту у нас исцелить. Поэтому я уже в двух церквах, кажется, здесь говорил. Может быть, мало свидетелей, что я на коляске сижу. Ни руки, ни ноги не работают. И там уже мы на Украине некоторые места посетили, и там свидетельство было. Теперь в Германии вот уже, может, тысяча, может, две человека видели, что я ничего не могу. Этот Ессень против одного Бог не подарил, но движения нет. И если Богу угодно, чтобы великий сон, великое количество людей увидело, а потом он может дать здоровье. И представьте себе, я пройду сюда, вот этот лагерь, возьму в руки микрофон, скажу, вы помните? Помню. Может, так быть. кто усыняется в этом? Сегодня брат говорил про гору. А, она так и осталась там стоять, да, гора? Так она не ушла, я так и скажу. Я верю, что Бог это может сделать. И даже, если вы сомневаетесь чуть-чуть, я вам расскажу один маленький сон, который мне Бог показал. Я во сне себя видел, 89 лет мне было, я ходил на своих ногах. Вот мне сейчас уже 49, вы считаете, сколько осталось еще жить, до 89, идти. И я был на своих ногах. Пусть это так, не понимаете, это сильно серьезно, но вера в Бога, да укрепится у всех нас и упование на Бога. Аминь. Филиппийцам, 4 глава, 5 и 6 стих. Я очень люблю эти слова. Господь так говорит, не заботьтесь ни о чем. Что это за люди, которые ни о чем не заботятся? А нам Бог так говорит, но всегда в молитве, и прошение с благодарением. Открывайте свои желания пред Богом. Я знаю, что у нас этих желаний больше, чем можно даже выразить. У меня тоже. Открывайте свои желания пред Богом. И что потом будет? И мир Божий, который превышит всякого ума, соблюет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И в 13 стихе апостол Павел торжественно так говорит, Он столько многое перенес в своей жизни, и я для себя это тоже взял как девиз. 13 стих 4 главы. «Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе». Давайте, кто может, встанем, помолимся. Господь, я желаю возблагодарить Тебя вместе с группой, вот этой большой группой детей Твоих, которые собрались здесь, в этом прекрасном доме, где нас так принесли Бога. Братья, кто-то все приготовил. Слава Тебе, Богу нашему, что нас всех объединяла одна вера, вера на Иисуса Христа, любовь Твою, жертву Твою, то, что Ты сделал для всех нас. Нас также всех объединяет и боли наши, и страдания здесь земные. У всех у нас по-разному. Мы все чувствуем порой то одиночество, потому что здесь так хорошо совместение дома, когда мы стоим с один на один за свои болезни, за свои проблемы, то подходит одиночество и та боль, которая часто преследует нас и мы не знаем, куда от нее деться. Но Ты, Господь, сказал Твоем Слове «Я никогда не оставлю вас, не будет такого дня, не будет такого часа, когда Ты оставил тех, кто надеется на Тебя». Вот об этом хотелось братьям и сестрам поделиться, что Ты никогда ни разу не оставила на Буря на эти сети и годы. И вот мы даже смогли здесь приехать сюда, чтобы увидеть всех друзей. Слава Тебе за это! Благослови и на эту ночь нас все и сохрани. Пошли мы еще благоприятные встречи, веселья здесь, вот в этом месте, чтобы мы еще больше познакомились и узнали, как любишь Ты нас, как мы нужны Тебе, как мы нужны также друг другу, чтобы делиться этим. Слава Тебе на всем нашим Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. 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 Аминь.